Ребят, если у вас настроение осенью носить оверсайз, 100% понимания, 0% осуждения. Влюбилась в это худи от Сбербанка, и ребята из Сбера, кстати, прислали мне его не просто так, а все потому, что у них запустилась молодежная оверсайз-кредитка для тех, кому от 18 до 23 лет. Эта карта дает оверсайз-возможности. Во-первых, с ней можно не отказывать себе ни в чем, если хочется позволить себе больше. А еще это твоя подушка безопасности на случай внезапных расходов. Например, если сломался телефон или нужен ноут. Почему молодежная кредитная Сберкарта это суперклассное решение? Во-первых, посмотрите, какая она красивая и стильная. Но самое главное, что с ней, правда, можно позволить себе больше и при этом не уйти в минус. Карту оформляете бесплатно и пользуетесь деньгами банка бесплатно 120 дней. Один месяц тратите, три месяца возвращаете. Например, если вы купите наушники в ноябре, то деньги за них можно будет вернуть до конца февраля и не заплатить ни рубля сверху. И беспроцентный период обновляется каждый месяц. Так что если вы потом в декабре купите с кредитки новогодние подарки, то деньги за них беспроцентов можно будет вернуть до конца марта и так далее. А еще с этой кредиткой можно получать оверсайз кэшбэк. Во-первых, это кэшбэк в категориях, которые вы выбираете сами. На одежду, обувь, кафе, рестораны, технику и не только. И дополнительно вы будете получать 10% кэшбэка в топовых брендах. В Золотом Яблоке, в Самокате, Глория Джинс, Ростикс и Бургер Кинг. Кстати, чем больше вы используете кредитку, тем больше шансов, что лимит на траты будет увеличен. Оформляйте карту и получайте от жизни больше уже сейчас. Ребята, всем привет! Новый день, новый влог. Вчера ночью, буквально 12 ночи, я не знаю. К нам домой приехала посылка из Турции. Ань, где будем распаковку делать? Где? В какой комнате будем распаковку делать? Вот тут или там? Нет, пакет тяжелый. Ну где? Я не знаю, давай тут. Так, пакет реально очень тяжелый. Сейчас я принесу ножницы. Наверное, какой-то пакет для мусора. Это шок, девчонки! Короче, какие дела? Какие планы? На улице дождь. Что меня не радует? Дел полно. Сегодня после сна Анюточки мы поедем в ресторан с мамой, с бабушкой. Не знаю, Слава, наверное, тоже с нами поедет. Скоро у моей бабушки день рождения, юбилей. Мы хотим найти классный ресторанчик, забронировать его, чтобы устроить бабушке днюху, днюху. Я, наверное, возьму этот микрофон. Слава уехал в нашу новую квартиру еще для того, чтобы отвезти туда колеса. Он заказал мне колеса на мою машину. У меня не было зимней резины. Вот, он заказал, они как раз приехали. Так, теперь должно быть лучше. Класс? Нет? Это надо. Что, будем распаковку делать? Вон там, смотри, сколько пакетов. Все надо разбирать. Там реально дофига. Все, садимся. Я вам показала в прошлом влоге. Вот такое классное кресло Анюточке пришло. Идешь? Скорей сюда! Я даже не знаю, что тут сейчас будет. С чего мы начнем, малыш? Я заказывала много всего. Ура! Вот, смотри, какие носочки. Такие кижамки. Просто обожаю. Так, а мне бы по-хорошему в какой-то пакет все убирать. Блин, а дует, нифига себе. Ай, ну у тебя, мать и крейзи. Короче, надеюсь, что Анютка долго будет 92-го размера, потому что сейчас он ей как бы еще велик. Вот, смотри, еще какие пижамы мама уже открыла. Это носочки. Нравятся тебе такие? Заказала Анюточке вот такие милые пижамки с планетками. С штанишечками вот такими. Мне очень нравятся такие комплектики даже вот просто для дома. У нас дома очень жарко из-за того, что включили отопление. И из-за этого мы постоянно открываем окна, чтобы было хоть чем дышать. И поэтому становится немножко прохладно. Ну, то есть, как бы, знаете, нет вот золотой середины. Поэтому лучше потеплее, как бы, одеваться. Вот такое, да? Тем более, что ребенок все равно по полу ползает. Вот такие классные ракетки. Так, тут же тоже всякая фигня, которую отрезать надо. Хочется сразу все... Пакет. Йоху! Аня, суперграда! Ой, какой тяжелый пакет. Что же там такое? Сейчас мама сразу будет бирочки отрезать. Че? Че нет-то? Ножницы хочешь? Ножницы нельзя. Написано полтора-два года. Ну, надеюсь, вообще. А то столько заказала. А где другой комплект у тебя? Куда его мама делит? А, вот тут. Ладно, все равно это все стирать надо. Вот такие белые планетки. Йоху! Сумасшедшая мамаша! Такая милая шапочка, надеюсь, по размеру. 86, 92 написано. Иди, прикину. Мышка! Мышка-нарушка! Ну, дай посмотрю. Ой, хороший какой мышоночек! Зайчоночек-бельчоночек! Отличная шапка. Просто отличная. Такая вот милая. Розовая шапуля. Блин, вот, конечно, мне тут сидеть нравится, но не нравится, что света маловато. Ну, все, давай, садитесь дальше смотреть. О, смотри, куда идешь. Классные носочки теплые. У нас таких как раз нет. Вот, именно, уже по размеру для Ани. Потому что у нас были такие, когда она была малюточкой. Сейчас она уже вырисла малютка. Теплые носочки с пупырышками. Вот такие тут две овечки. Вот такие просто белые в полосочку. Нравятся носки? Красивые? Ничего? Нет? Нень? Короче, такие милые с овечками. Супер милая. Смотри, какие милашки, видишь? Для меня это самое вообще любименькое. Вот такой обалденный комплект. Просто. Такая кофточка тянется. Такой прям свитерочек уютный. И вот такие вот штанишечки. Высоко прям, я смотрю, их можно натянуть. То, что нужно, чтобы спину не продувало. Такой вот классный комплект. Я прям вообще в восторге. Так, а это что такое? Будто какой-то комбез. А, вот это какой комплект. Тоже вот такие штанишки. Супер уютненько. И вот такая кофточка. Это прям точно девчачья. Видите, с такими рюшечками. Кстати, выглядит прям большой такой кофтой. И Аня и есть большая уже. Иногда на некоторые вещи смотришь и думаешь, ну это, наверное, большое. Нам еще быстро так дети растут, что ты даже забываешь, что у тебя оказывается уже настолько большой ребенок. Вот такая футболка черная с бантиком. Ань, ну-ка поставь назад. Поставь назад, кому говорю. Вот. Все, молодец. Подходи. Нельзя. Нет, ты, Саряна, кнопки там еще нажимаешь. Аня, держи. Как ворон это делает? Вот. Покажи мне ворону-то, а то я не знаю, как она выглядит. Вдруг я ее на улице увижу, а не знаю, она это не она. Так что покажи скорей. Нашла ворону? Нет? Ищешь? Люблю Ане давать задание какое-нибудь. Типа найти какую-то зверушку. И там у нее стоят маленькие фигурки зверюшек, и она мне и ищет. Да? Ань, ты ищешь там или нет? Так, вот такие носочки с собачкой. С щеночками. Видишь, какие милые? Ты что, нашла ворону? Дай посмотрю. Нашла. Вот еще какие носки. Класс. С собачками. С щеночками. Короче, вот такие вот беленькие носочки с собачками, и там черненькие. Но они их забрала. На, свой ворон. Давай, низкий. Супер тепленький. Для дома то, что нужно. Один пакет мы уже сделали. Тут, кстати, для взрослых тоже есть. А, это корм. Эвит, это для тебя. Фу, даже пахнет как корм. Не хочу нюхать. Так. Такс. Да, теперь я в Вивочке заказываю корм из Турции. Потому что в Москве у нас его теперь нет. Есть, конечно, неплохой вариант перейти на другой корм. Но у меня вроде как бы есть возможность заказывать тот, который Вива любит. Почему бы мне этого не делать? Поэтому как бы ладно. Кто знает, может он и появится когда-нибудь. Так, это я что-то заказала, кажется, для Славы. Сама выбирала. Вот такая вот черная кофта. Надеюсь, ему нормально будет по размеру. А то я С взяла. Вдруг надо было М. Да не, я думаю, нормально должно быть. Просто обычная вот такая вот кофта. Думаю, ему будет приятно. Так, это что? Это рубашка тоже, кажется, для Славы. Вот такая вот просто черная рубашка, которую можно накинуть. Она такая плотная, то есть ее как раз будет хорошо, типа, на футболку накинуть. Я думаю, ему понравится. Он даже не знает, что я ему заказала. Сама выбирала. Ура! А это Зара, девочки. Вот такой, Анюта, у тебя есть розовый теперь костюм. Вот такие классные штанцы. Вот папа обалдеет. Скажет, ничего себе! Мать, ну ты дает! Да? Такс. Сегодня ночью у Ани болели зубки. И она сама об этом сказала. Ну как, я у нее спросила, она просто проснулась, плакала. Я у нее спросила, у тебя зубки болят? А насосочка такая, да, да, да. Молодец, умница. Булочка моя. Смотри, какой костюмчик мама тебе заказала. Розовый. Такой фиолетово-розовый. Клевый. Как для девчонок, да? Как для девчонок. Все, я заказала Анюте вот такое красивое платье. Так, кстати, 86-го размера. Хотя мы, Аня, берем одежду 92-го, но, по-моему, его не было 92-го. Плюс 86-й ей будет сейчас супер. Как раз таки. А 92-е, как бы, платье было бы ей длинновато. Поэтому я решила, что закажу именно вот на сейчас, на ближайшее время. Ты, Кути, Айтюш, смотри, какое мама платье заказала. Будешь таком? Она очень красивая. Как у настоящей принцессы. Какой уютный свитерочек. Мы планируем осеннюю фотосессию, если с погодой все будет окей. Потому что, вообще-то, были суперкрасивые осенние солнечные деньки последние дни. Но мы были заняты, плюс одежда не пришла. И как-то, ну, хочется подготовиться к съемке. Вот. И, ну, короче, не получалось у нас съемку сделать. И вот сегодня дожди. Но я надеюсь, что только сегодня. Вот такая вот кофточка красивая. Просто повседневный свитерочек. Показала. Куда, 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 куда? Ты мне скажи, что ты хочешь? Что? Платье вот это? Вот сюда мы его кладем. Тут все лежит, то, что мы потом будем стирать. Себе я заказала вот такой кофта. Очень интересно померить. Думаю, должно быть красиво. Это мой микрофон. Можешь сюда сказать, как ворона делает? Прям поднеси так кар. Кар. Короче, надо померить, потому что, я думаю, должно быть прям красивенько. Так, тут еще носочки для Анюты. Всякие. Носки это тема. Все-таки носки тоже снашиваются, стаптываются, застирываются. Поэтому могу подумать, что у нас их слишком много. Но на самом деле не так уж и много. Плюс я в Заре никогда, кстати, носки не заказывала. Я всегда заказывала в H&M. С Marketplace даже заказывала, чтобы вот эти вот были там. Штучки мягенькие. И вот увидела в Заре тоже носки. Я просто никогда там особо носки не смотрела. И они прям тоже с такими классными прорезиненными штучками сзади, чтобы ребеночку удобно было ходить. Тоже такие плотненькие, тепленькие. Тут вот такие. Такой вот рисуночек. Тут просто такие какие-то глазки. Ну, короче, мне понравились. А для красоты я взяла вот такие носки. Для какого-то милого образа. Чего? Книжку хочется? Доставай. Вот такие с выпирающей мишуткой с двух сторон. Ань, ты смотри, какие носки. Видишь? Носки с мишками. Потом на ногу тебя оденем, и у тебя будут мишки на ноге сидеть. Так, это наши старые носки тут валяются. Можно тоже сюда, в эту же кучу, постирать. Так, что у нас тут? Я уже не помню, что я заказывала. Обожаю это чувство, когда немножко не помнишь. Ура! Я заказывала Нюте даже трусики. Обычные. Потому что, во-первых, я думаю, потихонечку нам как-то надо уже двигаться в сторону оттучения от подгузников. Как вы понимаете? Еще я увидела в Заре обалденные вот такие маечки. Думаю, надо было два комплекта заказать. Потому что именно в таких Анечка у нас спит. В пижамах тоже, но я вот люблю ей такую маечку. Одеть, надеть, одеть. Я знаю правила слова одеть, надеть. Но, по-моему, там с ребенком какая-то другая была тема. Ну, ладно, одеть. Одеть Анютку. На нее вот это одеваю. И штанишки. Потому что я сама так сплю, и мне самой так суперкомфортно. А я еще и под одеялом люблю. А Аня любит без одеяла. Поэтому люблю штаны ей обязательно тоже одевать. Так, Анютка мне всю камеру сбила. Поэтому пришлось перезапуститься. Так вот, две классные милые маечки с нишками. Тут, значит, интересно, я вроде такое не хотела. А может, и хорошо, что я запуталась. Короче, я заказала боди маечки. Вообще мы боди уже не носим, если честно. Но, наверное, когда на улицу идешь, ну, типа, как первый слой маечка, потом сверху кофточка, штанишки. И как раз, чтобы, ну, маечка была, спинку точно прикрывала. Может, я из этих соображений взяла. Ну да, раз я так размышляю сейчас, значит, наверное, я и когда заказывала, так размышляла. Заказ ко мне пришел очень быстро. Не знаю, показывать трусы, наверное, странно на камеру. Хотя я даже свои, помню, показывала. Просто миленькие-маленькие детские трусики. Ань, ты что делаешь? С которых надо всякую вот эту штуку еще поотрезать. Не знаю, когда мы прям перейдем на трусы. Все-таки дело это тонкое. Вообще Аня хорошо, как бы, в пространстве горшка ориентируется. То есть она может прям принести горшок к нам, и мы понимаем, что она, ну, как бы, не просто так нам его показала. Но все равно как будто еще не настолько, чтобы прям садиться и на горшке сидеть. Привет. Привет, малыш. Смотри, что мама тебе заказала. Трусики. Хочешь, открывай коробочку. Так, мне там по ремонтам пишут. Один чат, другой чат. Вот это отрезать совсем лень, если честно. Ну, ладно. Зачем такую фигню на трусах пилить? Трусов тут полным-полным. Короче, смотрела я одно видео по поводу приучения к горшку. Там было сказано, что, типа, не надо торопить события. Ребенок все равно научится ходить на горшок, всему свое время. И что просто бывают ситуации, когда ты можешь хуже только сделать тем, что ты насильно ребенка приучаешь к горшку. Ну, там, что я имелась в виду? Что снимаешь с него подгузник, и ребенок может описаться и, может быть, испугаться. Потом, если ты еще нервная какая-то мать, которая, ну, как бы легко довести, то еще ребенок где-то написает, там, на диван, на ковер. Ну, что это такое. И ты еще можешь из-за этого понервничать, где-то можешь, ну, поругаться, что, типа, ну вот, я же тебе там сказала сюда не писать. Или надо просить горшок. Ну, короче, знаете такое. И поэтому лишний раз, как будто бы, вот такое дело, может быть, и не надо. Ну, короче, я не знаю, не знаю. Я как-то вот спокойно к этому отношусь. Единственное, что я так понимаю, что Аня у нас уже носит трусики, получается, XL. Это уже все, финиш, типа, больше, наверное, уже только для взрослых идут. Потому что вот эти до 20 килограмм, и, как бы, Аня до 20 килограмм, то, конечно, еще расти и расти. И, ну, не знаю, не знаю, пока нормально, нет ощущения, что что-то там неудобно. Просто мы достаточно быстро меняли размер трусиков, потому что хотелось, чтобы это было более комфортно, ничего не давило нигде. Даже, там, посоветую других мамочек и подружек, что лучше пораньше поменять, чтобы ребенку нигде ничего не езжало. Ну, в общем, не знаю, не знаю, поэтому, конечно, все равно хорошим надо. Плюс, как бы, с девочками, на самом деле, я думаю, намного легче в плане горшка. Ну, Аня у нас, как бы, все знает, понимает. Ее, если посадить, она знает, для чего это. И, как бы, она даже и лучше свои дела сделает там. Реально. То есть, в этом плане я могу сказать, что все хорошо. Опять же, нету такого, например, что она прям просится всегда сама на горшок. Кому это интересно, если заказала вот такой свитерок со свинкой Пеппой. Тоже такой розовенький. Он идет в комплекте вот с такими лосинками, тоже со свинкой Пеппой. Тут у меня что? А, ничего себе, в таких вот пыльниках пришли вот такие милые заколочки. Я их заказала. Смотрю, этот как будто... Этот пустой, видимо, отсюда, может, что-то выпало. Либо там был вот этот ремень. А этот ремень я заказала тоже для Славы, видимо. У него есть один любимый ремень, который он уже до дыр заносил. Хотя мы недавно были в ТЦ, и он тоже себе взял ремень. Но я уже заказала, поэтому... Будет у него, значит, теперь два ремня. Более, что этот отличается от того, что он купил. Будет! Пусть будет! Просто обычный вот такой вот черный ремень. Такие милые заколочки заказала Аня. Я все заколки, резинки заказываю, заказываю, заказываю. Что-то есть. Ты бумагу ешь? Что ты ешь? Что там у тебя во рту? Дай мне. Открой рот-то. Да открой рот-то! Ну и ешь свою бумагу. Еще три пакета. Папа пришел. Идешь папочку встречать и обнимать? А я тогда буду это делать дальше. А это что за косточка? Я уже такое не помню. Наверное, тоже для Славы заказала. Скорее всего. Так, что дальше? Я не помню уже, что я заказывала. Так, тут что-то еще для младенчиков. Я тебе кое-какие вещички тоже заказала. Ух ты! Эта кофта тебе. Вещи! Этот ремень тебе. Эта рубашка тебе. Спасибо. Эта кофта тоже тебе. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Вот такие черные лосинки для Анютки. Я и для дома таких тоже заказала, потому что ей уже все малы. У нас 86 размера. А в таких тоже, конечно, часто она ходит. И дома часто ходит. И как вместо колготок, грубо говоря, бывает одеваем. Потому что это, конечно, удобнее бывает, чем колготки. Колготки натягивать сложно. Хотя они у нас по размеру. Но все равно как-то такое. Тут какое-то огромное количество носков. Тоже теплых. Каждый раз, когда я заказываю, мне кажется, я очень много заказываю носков. Но по итогу я смотрю, куда-то они какие-то куда-то исчезают. Какие-то где-то там туда-сюда. Какие-то просто устают со временем. Поэтому ладно, пусть будут. Тем более, что по плану они должны быть надолго. Я вчера лежала ночью и думала по поводу смесителя в раковину на дачу к нам. Потому что мы общались с строителем нашим. И как бы встроенные можно сделать. Но мы вроде как решили, что мы не будем делать встроенные. Сделаем по классике, так сказать. Вот. И я как раз вчера смотрела, искала, выбирала. И вот надо заказать. Плюс потом меня осенило, что у нас там по проекту. Я вам еще не показывала. Я хочу показать полностью, когда будет готово. Плюс кое-что мы решили не делать все-таки. И прежде чем выставлять видео, я думаю, мы это все как бы откорректируем. Короче, к чему я веду? Что есть столько нюансов, которые нужно продумывать. Заказала Аня очень красивые туфельки. Аня, смотри, какие туфельки мама заказала. Почему они выглядят такими маленькими? Они вот размер 22, должны быть ей хорошо. А, ну да, должно быть вообще супер. Заказала я красивые туфельки. В которых можно и к маме на день рождения, и к бабушке на день рождения. Даже про бабушку получается. Такие вообще лялечки. Ты хочешь уже сделать себе эти штуки? Пока рано. Держаться не будет. Заказала вчера на маркетплейсе специальные маленькие расчески. Ну, типа для пучка. Расчесочки-разделители такие. И буду Анечке стараться делать прически. Вот такая футболка. Я просто увидела видео. Ну, как бы нам бы по-хорошему еще волосики, чтобы отросли. Но они уже, в принципе, в маленькую резиночку точно залезут. Блин, столько вещей, конечно. Надо опять разбор гардероба делать. Это-то это все класть надо. Вешать, класть. Так, вот. Вот это вообще красота и милота. Это я прямо хотела для фотосессии. Ой, она такая тепленькая, уютненькая вообще. Посмотрите, какая милая. И вот такие вот ушки. Так, тут что? А, тут милые колготочки. Такие вот с вишенками. И розовые. Вот эти хорошо тянутся. Все, у меня последний пакет, ура. Так, вот такие штанцы заказала Анютечке. Теплые, красивые. Ну, это этот комбинезончик. Как будто маленький какой-то. Ну, понятно, тут утяжечки вот эти. Ань, красота? Такие они прям интересная штука. Заказала Ане смешные перчатки. Не знаю, будет ли она такие носить. Может быть, в следующем году. Не знаю. Но я подумала, может быть, ей понравится. Ань, смотри, перчатки кошки. Если честно, кринж. Если честно, кринж. Чего? Вот такие штанцы. К ним можно вот такую как раз кофточку. Смотри, какое чудо, Ань. Смотри, какие мама тебе перчатки заказала с кошками. Мяу. 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 Давай руку. Мяу. Это для рук перчатка. Где твоя рука? Покажешь, Папе, какая ты кошка? Ну-ка, дай закрою эту руку кошкой. Это угар. Покажи в камеру. Покажи в камеру. Покажи, какая у тебя кошка на руке. Как делать кошку? Какая милая кофточка. Вот такие штанцы. Классные. Такой костюм. Такой кофты. Стильный. Красивых. Мне не держалось. Мне не держалось, мать. Так, а это что-то как будто бы заэтош для тебя. Вот, водолаз. Ну что, девочки, обзор завершен. Ой, а что это он у меня валяется? Вы меня, наверное, не слышали. Ребята, всем привет. Продолжаем влог. У нас тут влог чисто распаковочный. Можете нас поздравить. Мы заказали сантехнику в дом на даче. Она будет идти, идти, идти. Думаю, придет не скоро. В январе. Наверное. Так. А, это не то, что сантехника. Я просто недосказала, так как мне пришли сообщения. У меня довольно-таки класс. Короче, долго мы все думали, подбирали, гадали. С дачей я теперь держу руку на пульсе. И все у меня там на короткой ноге. Рука на пульсе. Короче, следим за всем процессом. Чтобы все было чики-пуки. Наш строитель давно нам купил в дом инсталляции от определенной фирмы. Но сантехнику мы уже второй раз решили заказывать через наш контакт. Потому что у них классная, крутая сантехника. Итальянский, туда-сюда. Вроде итальянский. В общем, фирмы Брума. Вот. И я, когда мы ремонты закончим, вам обязательно сделаю обзорчик. Покажу и так далее. Да, сантехника, конечно, недешевый. И что-то пипец дорогое. Что-то нормальное просто, думаю, как бы хорошее. И так уж вышло, что мы решили заказывать сантехнику в определенном цвете. Красивеньком. У нас в Москве все получается в черном цвете сантехника. А на даче мы решили делать... Сейчас покажу какой. Надеюсь, меня это не расстроит. Потому что сегодня мы потратили полмиллиона на сантехнику. Это не смешно. Ну какая же штука, а? Короче, ситуация такая. У нас же еще, получается, два санузла на даче. Так же, как и в Москве у новой квартире. Два смесителя в раковину. Два туалета. Два гигиенических душа. И к ним еще внутренние блоки. Они тоже денег стоят. Дальше что? Проще, конечно, открыть список будет. Короче, там много всего. Еще аксессуары. И это, по-моему, еще и без полотенца сушителей всяких. Сейчас вам покажу. Встроенная душевая система Брума с душевой лейкой, ручным душем, изливом для ванны. Короче, 150 тысяч. Смеситель для раковины. Две штуки. Смеситель для биде. Ну, короче, гигиенический душ. Не хочу даже говорить, сколько стоит. Тоже две штуки. Держатель для туалетной бумаги. Две штуки. Ёршик для унитаза на стены. Две штуки. Сидение для унитаза. Две штуки. Унитаз. Две штуки. Кстати, унитазы, не сказать, что прям супер дорогие. Чуть дороже смесителей. Держатель для туалетной бумаги. А, это уже в квартиру мы заказали, потому что выяснилось, что у нас в квартиру не заказаны аксессуары. Ну, типа, блядь, угораю. Заказали два держателя, получается, для туалетной бумаги. Ну, в два санузла черного цвета. ёршик, тоже две штуки, дозатор для мыла, тоже две штуки, и подстаканник чёрный, тоже две штуки, и ещё вешалка для плотенец, одна чёрная в квартиру. Ну, короче, да, туалет у нас два, тоже всё окей. А нам останется заказать две раковины разных размеров, побольше на первый этаж, поменьше на второй этаж, и ванна. Вот, но мы это позже закажем, по поводу раковины мы пока думаем, потому что есть вариант взять такую, типа целиком со столешницей сразу, но мне кажется, мы возьмём обычную. В общем, пока не понимаю, время покажет. Вот. Полностью закончен у нас дизайн-проект дачи. Строитель сейчас там делает стены, короче, у нас сейчас строитель сделает всё до такого этапа, что потом он, короче, уедет, пока его не будет. Мы завозим материалы, мы вызываем замерщиков для мебели, вызываем замерщиков для лестницы, потому что он разберёт лестницу, и он где-то на почти три месяца от нас уедет. Ну, меньше, типа, два с половиной. И кто-то скажет, а, капец, трыдец. А мы и нет, как будто бы, короче, мы знали, и это по нашей же, как всегда, вине, потому что у нас нихера там, как бы, не было. У нас только проект закончился, и мы, как бы, только сейчас знаем, что мы должны и можем закупать. И строитель, как бы, так рассчитал всё, что он не будет сидеть без дела, его понять можно, и он поедет на другие объекты, делать там ремонт. И вернётся к нам, получается, в конце февраля. Сейчас я вижу цвет нашей получи. Сей, тей, 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 тей. Потому что в таком же цвете мы заказали вот эти кнопки для туалета. Короче, в конце февраля, в марте к нам наш строитель вернётся, и у него будет три месяца на то, чтобы закончить ремонт у нас в доме. Я уверена, что он справится, потому что он очень быстро работает. Мы ему не поставляем материал, который им работает, поэтому он, получается, просто сидит без дела. К нам уже на дачу приезжали, брали заново анализ воды, чтобы установить очиститель, ну, фильтры. Всё это тоже сейчас в процессе это сделают. К нам, получается, приезжали по поводу электрокарнизов. Мы решили делать на первом этаже электрокарнизы, там, где гостиная зона, и в спальне. Ещё Слава заказал, привезли сегодня специальные штуки для звукоизоляции, потому что мы там сделаем кабинет. Ну, короче, скоро всё покажу. Я думаю, вам понравится, как это всё выглядит. Ещё, короче, он, получается, наш строитель сделал дырку в стене на втором этаже, где у нас будет в будущем окно, но мы решили его менять. Короче, оно будет больше в потолок, и это мне намного больше нравится, это красиво. Вот. Но это тоже, опять же-таки, переделка. Плюс наш строитель сделал всё для невстроенной сантехники, для невстроенного душа, смесителя, а мы решили всё-таки делать встроенный душ, поэтому это ещё одна некая переделка. Вот. Но, короче, это был тоже головняк, потому что я не понимала по поводу ванны, но я с вами позже покажу, поделюсь проектом, дизайн-проектом, всё покажу, расскажу, покажу, где у меня были сомнения, где что, я пока не понимаю. Короче, на самом деле, опыт в ремонтах это круто. Это круто, потому что сейчас на даче я понимаю, что вот только сейчас мы больше занимаемся ремонтом, чем с квартирой. С квартирой реально мы вообще забили, когда всё это, ну, делалось, потому что я тогда только родила, и вообще нам было настолько по барабану. Вот что нам заказали по проекту, типа, идёт, то и хорошо, а подумаете, типа, насколько это вау, не вау, хотим мы прямо вот такое или нет. Ну, как-то, знаете, не проконтролировали всё. Ну, короче, ладно, хер с ним, я уверена, что всё будет хорошо. По поводу квартиры тоже новенькие новости, всё-таки мы туда не заедем до Нового Года, потому что вскрываются всё новые и новые подробности нашего ремонта. Добавляются ещё растраты, выясняется, что наши строители прошлые вообще нихера не закупили, можно сказать, по сантехнике. Нам сейчас там будут переделать какой-то коллекторный узел. Я теперь такой объясняю, ребята. Короче, нам это будут переделывать, и это хорошо на самом деле. Но помимо того, что наши строители новые как бы всё делают в таком, ну, как сказать, не в быстренном темпе, а в том, чтобы уже проверить всё, как бы все исправить косяки, я уверена, что все прекрасно представляют, что переделывать, типа, работу никто не хочет, не любит. И это дополнительный геморрой, это дополнительная сумма. Мы сейчас вообще, на самом деле, охереваем со Славой по поводу ценников, которые нам выставляют. Вот, и мы вообще в полном замешательстве, потому что мы вообще ничего не понимаем, типа, почему так? То есть у нас такое чувство, что как будто бы у нас в квартире вообще ничего не закуплено, типа для каких-то там, ну, работ сантехнических. По электрике там было много тоже растрат, но у нас там на самом деле работа идёт, она не стоит. Просто где-то выясняется, что нам вообще не сделали розетки, где они, блядь, должны быть. Ну, типа, у нас там в кабинете есть шкаф, в котором у нас будет храниться пылесос, который должен стоять как бы на зарядке. Это вообще не сделали нам там розетки, ну, то есть, а это у нас как бы обсуждалось. Ну, короче, столько моментов, поэтому сейчас, чтобы уже потом нам хорошо там жить, я вообще отпускаю ситуацию, прям, я отпускаю ситуацию. Пусть ремонт идёт в своём темпе. Но сегодня ещё, знаете, что выяснилось? Я-то думала, что как бы хотя бы перед Новым годом нам поставят мебель, и я уже в январе буду туда переезжать. Но нет, сегодня... Вчера я написала мебельной компанией, узнала, какие там у них сроки, когда они смогут к нам приехать. Они сказали, что они на данный момент уже могут сказать, что раньше 15 января они к нам не приедут. То есть, нам не установят мебель, не привезут, даже если нам сейчас прям закончат ремонт в квартире, нам уже сейчас не привезут мебель, не установят, потому что всё забито, заполнено, запланировано и так далее, и так далее. Я в какой-то степени отпустила ситуацию, потому что я рвала волосы на голове, злилась на всех, на себя. То, что я думаю, вот, новые строители должны работать в пять раз быстрее. И плевать, что мы не знаем, что там нам наделали прошлые строители, потому что если у меня не будет мебели до Нового года, я не знаю, что я сделаю. То есть, у меня было такое состояние, а теперь у меня такое, ну, вариантов нет, мебель когда приедет, тогда и приедет. Поэтому работайте спокойно, ребята, до Нового года главное закончить ремонт. И... ну и всё. У нас, на самом деле, много ещё всяких этапов придумать, шторы заказать. Ну, это... это недолго, господи. Можно за неделю сделать, и без этого даже жить можно. Ну, короче, всё, ладно, хрен с ним. Мы выбрали сантехнику на дачу по дизайн-проекту, который нам сделал наш дизайнер Лиля. И мне очень нравится цвет сантехники, который она выбрала. Сейчас я ещё отправлю девушке, с которой я как раз-таки... через которую я делаю этот заказ. Брума, фирмы. Я и в квартиру тоже через них делаю заказ. И с вами потом обязательно поделюсь контактом. Потому что эта девушка вообще просто... замечательный человек. Она со мной, мне кажется, уже неделю, каждый день с утра до ночи на связи. Помогает мне принять какие-то тоже решения. Потому что я задаю какие-то вопросы, и она мне отвечает так, как будто бы подружка моя... Ну, короче, я просто к чему клоню, что человек действительно заинтересован в том, чтобы его клиенты остались довольны. Старается помочь даже в тех вопросах, в которых вообще, по сути, могла бы... Это не её дело, типа, знаете. Типа, могла бы сказать, я не знаю, там, решайте сами. Потому что вот у нас выяснилось, что инсталляция, внутренность туалета, она от той фирмы, с которой не работает вот наша девушка, через которую мы заказывали сантехнику. И у них нету таких кнопок для туалета этого бренда, от которого у нас инсталляция. То, что закупил наш строитель. Очень сложно, наверное, звучит, но суть-то в том... Я вам сейчас просто покажу картинку. Вот туалет получается, и у нас там смеси, гигиенический душ, ёжик. Ну, короче, всё вот это, оно должно быть одного цвета. Я такая, а как быть? Потому что мы уже почти заказали, готовы уже заказать на большую сумму сантехнику на дачу. Ну, не может же у нас кнопка унитаза отличаться. Короче, всё, смотрим. И я заказала, казалось, что они есть в Москве. Мне их быстро привезли. Кнопки ужасно дорогие. Одна... 18 тысяч стоила... Ну, 17, окей. Там какая-то скидка. Короче, просто пипец. Но они реально должны быть очень красивыми. Тут даже видно, как их устанавливать. Короче, сейчас смотрим. Это очень красиво. Мне очень нравится. Та-дам! Посмотрите. Получается, от нашего бренда, от которого у нас почти вся сантехника, этот цвет называется, по-моему, какой-то Morning Mist. Что-то там такое, сейчас скажу. Эта штука никельматовый. Это оттенок никельматовый. Вот так оно называется у бренда, от которого у нас... Ну, короче, который у нас... Инсталляция будет. Грохи какой-то. Этот цвет вот так называется, никельматовый. А у другого бренда этот же цвет, от которого у нас... Да, Morning Mist. Это Morning Mist. Сбердевочки. И, короче, у нас всё должно быть в одном цвете. Вот в таком. На даче у нас всё будет в таком цвете. Мне пипец как нравится. То есть он не золотой, он не серый, типа серебряный. Он просто офигенный. Я везде теперь такой покрыла. Мне намного больше даже нравится, чем чёрный. Хотя чёрный тоже красивый. Короче, как вы могли догадаться, дачу мы делаем тоже посерьёзки, не жалея бабла, потому что мы действительно настроены так, что мы там будем тоже жить. Ну, в смысле, не просто как на дачу приезжать на каникулы, на выходные пожарить шашлыки или шмотки сраные, которые бесят в квартире отвезти. То есть делаем всё так, чтобы прям вообще по красоте. Тут есть ещё всякие комплектующие. Круто. Я нажимаю кнопку нашего будущего унитаза. Эть. И водичка смевается, смевается. Отпечатки остаются. Но я уже люблю эту кнопку. Буду ходить и ей вот так вот. Короче, я довольна. Тут, короче, инструкция, как устанавливать. Ой. Две штуки. Две штуки. Брещенные деньги. Но я безумно довольна. Цвет просто бомба. Мне нравятся такие обзоры. Сейчас сфотографирую. Блин, ну лапы вообще. Очень сильно отпечатки видно. Даже сиськой не оттирается. Мне кажется, он теперь навечно здесь. Цвет просто офигенный. Но отпечатки очень жёсткие остаются. Короче, ладно, девчонки, я довольна. Очень сильно. Несмотря на всё. У меня прям такое чувство, знаете, что вот что-то нас не пускает заехать в квартиру раньше, чем наступит Новый год. Ну вот прям не даёт и всё. И я думаю, что всё, что не делается, всё к лучшему. Раз нет, так нет. Я, если честно, я не планировала, что в этом году мы будем переезжать. Потому что когда? Нам сейчас вообще не до чего просто. Нет. Ну как бы ещё осень-зима. Такое состояние вообще, как будто прибили тебя чем-то. Хочется лежать, спать. Блин, ну ведь это же на самом деле вообще... Типа пластик. Но красивый какой. Я люблю пластик. Я просто в шоке, если честно, цен. А ещё нам наш новый строитель в квартире сказал, что типа сейчас очень сильно ещё подорожала работа электриков и вообще вся вот эта дежуха после крокуса. Вот Анютка. Она у нас зависима от планшета. А ещё сегодня Аня попробовала сырочек глазированный. Он ей очень понравился, но... Там было немного шоколада. Я ей отрывала весь шоколад какой был. Но я думаю, что это 100%. Не надо ей, не полезно. И она без этого спокойно себе живёт. Ань, бери планшет, пошли. Маленький гаджет. Сейчас мы со Славой, с Анюткой должны были поехать просто за продуктами. Что? Нам ехать за какими-то продуктами? Поехали и купим мне новенький айфон! Это угар просто. Я таких людей, честно, не знаю. Либо я какая-то зажравшаяся. Либо я даже не знаю что. Дело в том, как вы знаете, у меня уже давно есть 15-й айфон. Но он просто лежит. Я им не пользуюсь, потому что я пыталась на него перенести данные со своего 14-го айфона. Писала, что типа ждать 2 дня, пока всё перенесётся. Короче, то, что писала, что ждать 2 дня, мы нифига не стали переносить. В смысле, я не стала, потому что я думала, ну сначала почищу телефон, потом перенесу. На улице дождь, какой-то страшный тайфун. Какой уроженький, какой уроженький. Какие ботиночки Аня оденет? Розовенькие? Ну давай, розовенькие оденькие. Всё, не расстраивайся. Так вот, из-за того, что писала, что долго ждать, я ничего не стала переносить. Думаю, почищу сначала. И вот это моё почищу сначала затянулось я уже даже не знаю на сколько, ну полгода. Ну короче, это шок. В итоге выходит 16-й айфон. Мы его уже посмотрели в магазине просто ради интереса. Типа сравнили качество фото, туда-сюда. И я понимаю, что это пушка. Но я-то всё ещё сравниваю со своим 14-м. И думаю, типа, блин, как качество. Не то, что на 14-м. Но просто у меня селфи, например, вообще отвратительное. Но на 16-м реально пушка. Блин, не знаю, не знаю. Так перескакивать с 14-го на 16-е. И вообще, по моим правилам пользования айфонов, так и должно быть. Типа через один покупать. То есть не менять каждый год. Но у нас семья большая. Всем всегда нужно обновлять айфоны. Поэтому этот 15-й, конечно же, никуда не пропадёт. Продавать мы его не будем. Он просто лежит. Уже достали его, так сказать, из коробки. Но я им, считай, не пользовалась. Просто, может, пару реклам снимала. И вот я снимала на него там какие-то рекламные проекты. И это просто, ну реально, небо и земля. Не сравнится с 14-м айфоном. Качество. Поэтому как бы аж 16-й ещё лучше должен быть. И я хочу прям уже реально настроенно перейти скорее. Короче, сейчас поедем, посмотрим. Не знаю. Стоит, но он, конечно, просто космических денег сумасшедших. Вот, у меня тоже тёплые. Пусть мать не будет. Понимаете? Так. Я как всегда была с мусточки у этой. И шашлы возьму. Так, мама спешит, спешит, торопится. Так, всё, мы собрались с Аней. Мы готовы выходить. Так, ребята, мы уже в машине. Анютка сзади сидит, кайфует. Смотрит свои мультики, от которых она зависима. Это типа, знаете, текст для негативных комментариев. Да не, на самом деле, конечно, мультики... Ну, лучше, конечно, всё равно не пере... Как это слово? Даже не знаю. Не перебарщивать. Да, да, да. Не перебарщивать. Конечно, 100% лучше не перебарщивать. Что мы стараемся делать, но иногда используем мультики. Вот. Ну, как-то нет у нас такого чувства, что мы прям делаем что-то неплохое. Ой, я просто не снимала неделю, мне кажется. Спасибо. Вот зачем нужен муж, чтобы поправлял его. Короче, у нас нету чувства, что мы делаем что-то прям плохое, когда даём Ане мультики. Хотя Слава всегда больше против мультиков, чем я. У Славы прям больше такое. Аня даже к этому привыкла. Я вчера... Я не помню, что я делала за компьютером. Слава тоже был занят. Он вчера монтировал реакцию. Господи, что такое? Аня сидела, смотрела мультики в кровати. И Слава заходит, Аня его видит, и срочно хватает планшет, вот так вот, как будто, типа, не отдам. Нет, нет, нет. А, она ещё и показывала нет-нет? Да, ещё показывала нет-нет. Ну, короче... Всё, я не закончил. Короче, Аня привыкла к тому, что папа постоянно, ну, как бы, больше против мультиков, чем мама. Хотя вообще, я думала, может, наоборот всё будет. Что папа будет такой добряк, а мама такая, типа, «Нет, я сказала, никакие мультики, они развивашки!» Потому что мама всё разрешает, поэтому папа хоть как-то пытается... Ну, как это значит, мама всё разрешает? Я... Аня, знаешь, как бывает, ругаюсь вообще. Да, ты так ругаешься этим. Мне кажется, я с ней жёстко ругаюсь. Ну, как сказать жёстко, уж не так, как со взрослым человеком, конечно же, но... Так, чтобы прям, как бы, это самое. Вот мы даже на реакции это обсуждали, и я рассказывала, что я могу, бывает, тявкнуть прям вот так вот, ибо, аня! Чтобы, как бы, она услышала, поняла, потому что иногда она подходит, там, собирается оторвать листочек, например. Конечно, она ребёнок, и я не знаю, может, это неправильно. Блин, воспитываю, как чувствую. Ну, короче, но это работает реально. Ну, в смысле, работает в том плане, что она понимает уже по моим эмоциям, по моему, скоро, надеюсь, и взгляду начнёт понимать, что можно, что нельзя. Мы уже зато по её взгляду понимаем, что она хочет, что не хочет. Да, Аня нам сегодня продемон... Уже со вчера, с позавчера, да, начала демонстрировать? Вот прям буквально на днях Аня начала нам демонстрировать злость именно лицом, то есть вот так вот она делает прям, и это вообще так забавно. На улице просто ужасная погода. Такая погода, в которую просто самое то сидеть дома, кайфовать, что мы, в принципе, ну, типа и делали. Встаём последние дни очень поздно. Прям сегодня мы встали вообще в 11. Во сколько мы встали сегодня? В 11.30. Просто капец. Типа на час позже обычного. Аня вчера уснула только в 12. Для меня это просто был шок. Днём она тоже плохо засыпалась. Всё из-за того, что у нас немножко сдвинулся режим, и мы стали позже вставать. А всё из-за того, что она, типа, в 7-6 утра просыпалась в последние дни, тревожная такая была. Из-за этого мы все не высыпались, и нам всем хотелось доспать. Мы досыпали, и ничего хорошего из этого не выходило. Поэтому я вчера не сказала, что я тебя в 9 утра подниму. Я с ней просто опять ругалась. Ну, короче, не ругалась, конечно, но просто говорю, я должна такая, ну-ка подразумевать. Ну вот, когда она не засыпала очень долго. И я ей сказала, всё, я завтра в 9 утра подниму, ничего не знаю. И в 9 утра мы сегодня встали, к нам пришла наша девушка убираться. Я проснулась просто, чтобы открыть дверь, потому что мы так обычно и делаем, просто благодать. В 9 утра к нам приходят убирать, я открываю дверь, или Слава открывает дверь, и мы дальше спим. Спим, сколько сможем, сколько захотим, сколько Аня нам позволит. Ну, обычно мы типа в 10-10.30 встаем. Вот. И сегодня мы спали столько, что наша вот девушка, которая убирает дома, помогает. Мне кажется, она уже 5 раз всё закончила, просто сидела и ждала, когда мы проснёмся. Потому что ещё глажки не было особо, ну, может, чуть-чуть только было. Я вчера... У тебя башка болит? У тебя башка болит? Да. Ну, конечно, погода такая. Погода жесть. Ураган какой-то там нам обещали сегодня. Ну, реально жесть погода. Позже ещё поздно лёг, поздно встал. Посмотрите, какая погодочка. У нас завтра будут путешествия семейные. Сначала мы едем к отцу Юле, а потом мы едем к моему на дочь. Поедем в гости к моему папе, там сейчас ещё бабушка. Давно в гостях не были, хотим навестить, повидаться. Так что завтра, да, завтра мы едем в гости к моим, а в воскресенье едем в гости к Славиным родителям, дедушке с бабушкой на дачу, потому что у папы Славы вообще был день рождения на неделе. Вот. И по плану как бы отмечать, гулять, кайфовать. Вот, ещё в понедельник выходной. Ну, шашлычочки там в семейном грубе. Ребят, помните, я с вами во влоге делилась, что мы Славе будем снимать клип. Так вот, мы его сняли. Я просто хочу сказать, как я рада за своего мужа, у которого сейчас такая активная музыкальная житуха. И хочу вам сказать, что наверняка вы видели и слышали уже его песню новую. В начале октября она вышла «Набери мой номер» называется. Вот вам даже кусочек песни. Мы на неё даже сняли сниппинг, но я думаю, вы видели. Типа, я Славе по лицу ударяю, туда-сюда. Типа, мы поругались. Это всё как бы распространили в пабликах, чтобы как бы подогреть интерес. Кто-то на нас обиделся за это. Писали даже новые крысы, туда-сюда. Ну, мы сами волновались на самом деле, потому что мы никогда так не поступаем. Но на самом деле ничего такого в этом нет. Мы не играли и не делали вид, что мы прям поссорились, что расстались. У нас всё сложно в отношениях. Вообще ничего такого не было. Просто буквально два или три дня люди там задавали вопросы, что случилось. Ну, как бы, конечно, подогрелся интерес. Ну, а что не сделаешь ради, как бы, привлечения внимания? Все мы это знаем. Ну, как бы, это абсолютно нормально. Кто лучше всего это умеет делать, тот больше всего просмотров и прослушиваний собирает. Жизнь такая, к сожалению, к сожалению. Иногда хватает просто выпустить там песню или видео, и его все смотрят. Но чаще всего, давайте не будем врать, все смотрят на название, на всякие там интрижки и так далее. Короче, у Славы вышла песня «Набери мой номер». Сейчас у него уже, получается, 8-го, да, числа? Да, открыт пресейв на новый... Пресейв — это такая тема, что вы как будто бы заранее добавляете себе эту песню, да? Да. И когда она выходит, она сразу у вас появляется. Да, вы сразу получаете уведомление, и она сразу у вас уже в плейлисте сохраняется. Что хорошего в этой движухе для самого артиста? Это поднимает песню как-то, да? Да, в алгоритмах Яндекс.Видит или ВКонтакте, что много пресейвов. Да, и типа все ждут, как бы, и такое. Поэтому если вы добавите себе песню, я ссылочку оставлю в описании, если добавите к себе, нажмете вот этот пресейв, то, конечно, очень поможете Славе в продвижении его музыки. Во-первых, сразу же послушайте ее первыми. Ну да. У вас сразу будет уже... Сразу колокольчик будет как бы поставлен, что песня вышла. Это песня, которую мы со Славой напевали в реакции. «Память из прошлого» называется. Да. Вот, песня очень красивая, классная. Я тоже поучаствовала в том, чтобы она сейчас вышла, потому что мы со Славой долго вместе размышляли, когда какую песню выпускать, так как у Славы много для вас прикольных заготовочек. Готовых заготовочек. Вот, так что ждите. А клип мы уже Славе сняли на другую песню, которая выйдет, скорее всего, в январе. Поэтому тоже ждите. Клип еще пока не готов. Он в процессе монтажа. Сами еще не видели. Но я думаю, что должно быть очень красиво, потому что я снимала бэкстейдж со съемок, ну и как бы присутствовала на этих съемках. А снялась я там или нет, узнаете, когда выйдет клип. Я думаю, что вам будет очень интересно, потому что дам вам небольшую такую подсказочку. Да ладно, вы уже сами догадались, что, конечно, что-то там, где-то там, куда-то там. Не буду ничего спойлерить. Ждите клип. Я видела как-то вопрос... Ой, не вопрос, а когда вышел сниппет, где я тебя по лицу ударяю, вот эта вся актерская игра. И кто-то говорит, ура, я скучала по Юле-актрисе. Да, да, да. Так ты там реально очень круто сыграла. Я старалась. Мы вообще все в шоке от Юлии. Кстати, в тот момент думала про ремонт. Я думала, как бы мне разозлиться так и сыграть максимально естественно. Я думала про ремонт. А еще, кстати, по поводу ремонта. Я уже говорила, когда вам показывала кнопку от нашего будущего толчка на дачу, что мебель нам привезут только 15 января. И с одной стороны, я в шоке и в вахере, а с другой стороны, это дало мне какое-то расслабление и принятие ситуации. Сегодня я договорилась с мебелью, которая мягкая. Это кровати, диваны, стулья. О том, что они привезут мебель 20 января. Ну да, чтобы не мешать, получается, первой команде, так сказать, потому что первой команде все фасады собирать. Кухня, шкафы, гардеробы. То есть это огромное... Ой, осторожно. Это огромное количество мебели. И чтобы друг другу не мешать, я сказала, что ну вот типа 15 приедут, и они такие мягкая мебель. Ну тогда мы 20. И я думаю, спрошу-ка я у них за сколько по времени они соберут мебель? Я думаю, ну типа 2 дня напишут. Они такие, ну как привезут, за 2-3 часа все соберут. Я такая... Ну там не один человек собирать. Конечно, что не один. Но все равно у нас там большая кровать наша, потом детская кровать, потом получается диван, два дивана. Ну стулья что там собирать реально? Пуфик. Ну да, да. Все равно как бы логично, что ну типа 2 дня точно. Типа ну я бы подумала, может еще за 5-6 часов, а ты за 2-3 часа. Охренеть! Охренеть! Вот. Вообще очень такие приятные люди. Вот эта вот мебельная компания мягкая. Да и в принципе то, что вот этот фасадная мебель, тоже очень приятные люди, с которыми мы на связи. Вообще им спасибо, потому что они у себя на складе, считай, хранят уже нашу мебель, не знаю сколько, и будут еще хранить. Из-за того, что у нас ремонты затянулись, и вошли в наше положение. Единственный минус, что они находятся в Питере, и нам нужно будет самим искать транспортную компанию. Я все-таки для дачи решила, что не хочу из Питера заказывать, чтобы не было таких геморроев. Анют, мы приехали. А еще мы Ане не взяли коляску, поэтому ей придется ходить, как взрослой девочке. Она у нас уже всегда везде любит ходить, как взрослая, да, Анют? На улице все еще дождик. Аня, ты готова выходить? Да. Да? Все, приехали. Как она рада. Она просто замучилась дома сидеть, из-за этой погоды вонючая. Мы, понятно, с коляской, куда попремся в такую погоду. Не, ну кто-то, наверное, гуляет, но, честно, не наш стиль. Короче, ладно, пошли выбирать миленьки. Надеюсь, он там есть. Мы приехали. Аня тут ведет себя, как вот это ее магазин, да? В наличии нету. Это, в принципе, было ожидаемо. Но его сейчас закажем, и он будет либо сегодня вечером даже, либо завтра. Ань, нельзя чужие дверки открывать. Типа фит у нас. Какой нравится? Вот этот розовый? Так-то, я считаю, вообще нет смысла. Красивый? Красивый. Красивый? Да? Да. Очень нравится? Как ей понравился этот. Ну, у тебя же нет такой хайпотти. Или есть, я что-то не знаю. Короче, я решила, что хочу золотой девчонки. Вот такой вот. Только он будет 16 промокс. Так. Ты что, спряталась? Походи оттуда, маму, не пугай. Не прислоняйся, не прислоняйся. А как ворона делает? Кап, кап. А дождик как делает? Кап. А нет, куда-то знает, как делать дождик кап-кап? Ой, сейчас муха вроде летит. Пойдем на рынок покупать мандарины? Мандарины любишь? Ме? Я. А курочку? А курочку любишь? Любит она курочку. Любит. Вчера я готовила ужин. Я покормила Аню супчиком ее. А сами мы как бы жарили курицу. Ну, я думаю, как бы, блин, вот котлетки я и люблю давать. А вот курица такую, которую я прям жарю, ну, она прям вкусная именно с корочкой. Без корочки, ну, курять. Ну, в итоге Аня увидела, что мы едим вкусную курочку, тоже захотела. Поэтому пришлось как бы с ней поделить там. Потому что Аня курицу просто обожает. При том, что она была уже цвета. Что, на улицу идем? На рынок поедем? Что, мы заказали телефон. Сегодня приедет. Так что сегодня будет распаковка не в Киев. Пойдем, Анют. Аня гуляет по компьютерному центру. Так мило. Совсем большой малыш. О, мы тут, кстати, тоже что-то покупали. Да, я здесь, по-моему, Аньку купала. Планшет? Смотрите, Анюточка кофеек у нас пьет. Все, пошли, Ань. Пойдем. Пойдем, пойдем. Так, девчонки, мы были на рынке. Купили 4 килограмма куриного филе. Потому что у нас закончились котлет. А еще недавно я совершила ошибку. Я себе говорила, так никогда не делайте. Зачем ты так сделала? Купила готовый фарш. Говяжий. Хотела коплеты из говядины. Ну, у меня мама обычно пила из говядины и свинины. Но из говядины тоже норм. Короче, купила говяжий фарш. Он оказался не очень. Кажется, Анюта просыпается. Ты будешь просыпаться. Она, правда, час всего спит. Мне предстоит обработать курицу. Накрутить фарш. А, ну, короче, котлеты из говядины я сделала. Слепила все. Как следующее. Шмяк-шмяк-шмяк. Луга добавила. Ну, в общем, все как надо. И когда я их пожарила, они по консистенции были, ну, хорошие. Они были прожарены. Все. Вообще, вопросов нет. Я с котлетами дела часто имею. Но вот прям вот ты нюхаешь и прям пахнет животным. И это прям фу. К нам в тот день еще мама Слава приезжала. И я как бы на пробу взяла такое сделать. Ну, короче, я еще тогда курицу в духовке сделала. Курицу в духовке сделала. И я знала, как бы, что если котлеты не удадулься, как-то слово сказать надо. Если мне не удастся делать котлеты шикарными, то мы спокойно поедим курочку в духовке. Что как бы и произошло. Но вот мама Слава сказала, что котлеты в целом вообще супер. Вот только вот минус, что как бы пахнет животным. Мне тоже не понравилось. Я говорю, не ешь. Короче, похихикали. И она сказала, что есть еще какой-то такой лайфхак. Типа можно пожарить чеснок. Ну, то есть, прям масло налил. Жаришь чеснок, чтобы чеснок выделил сок. И потом уже жаришь котлеты. Что, типа, он, ну, как бы, должен запах убрать. Я вот маме тоже рассказала про эту сложившуюся ситуацию про котлеты. Она сказала, что, возможно, фарш такой был. Потому что я искала в магазин, в котором я фарш покупала. Я сказала, что у них часто, как бы, фарш такой. Поэтому она всегда берет просто мясо и сама прокручивает. Блин, ну, не знаю, не знаю. Просто хотелось вот так вот всегда, думаешь, как бы, сэкономлю свое время, не буду страдать фигней. Плю готовый фарш. И вот, что, как бы, мы имеем. Я, как всегда, налепила-то там нормально. Оно не 4, конечно, килограмма. Ну, и, конечно, когда готовый фарш, и тебе не надо вот так вот все обрабатывать. Ну, с мясом, может, проще. Да и курицу, наверное, так тщательно никто особо не обрабатывает для котлет. Я просто вот эти вот все шкурочки, мне хочется их срезать. Я не думаю, что они после мясорубки сильно, как бы, вообще будут ощутимы. Ну, все равно, какие-то бывают хрящички маленькие попадаются. В их точно хочется все убрать. Честно, я даже не знаю, что для меня вкуснее котлет. Голубцы еще я очень люблю. Если когда-нибудь вам будут задавать вопросы про Юлю Пушман, вот знайте, что она любит. Очень люблю голубцы. Могу штуку 10, мне кажется, съесть. И котлеты обожаю. Просто обожаю. Но голубцы никак не научусь делать. Причем мы с мамой уже даже кукинг как-то снимали. И она меня учила, приходила. Или кукинг мы не снимали, не помню. Ну, короче, и она приходила, учила меня делать все равно. Нет, не то, что все равно, типа, не умеешь. Я не пробовала ни разу сама сделать голубцы. Вот как бы вся проблема. Ну, из слов мамы, что это как бы дело такое. Время затратное, но и котлеты тоже время затратное, если вот так вот особенно их делаешь. Заготовки. Поэтому, как бы... Хочу ли я готовить? Не-а. Ну, я так люблю домашнюю вкусную еду, в которой ты уверен. Вот я каждый раз, когда хочется заказать еду и думают, ну, как бы доставки еды, я говорю не просто про продукты, а про готовые какие-то блюда. У нас есть там любимые рестораны, из которых мы все равно заказываем периодически, ну, как бы, просто стараемся не суперчасто, но бывает, как бы, ситуации, когда неохота готовить, устал, нет времени, а хочется как бы нормально поесть. Тем более, конечно, с появлением ребенка, ну, вот, ты как бы хочешь не хочешь, а дома ты должен иметь хорошую еду. Потому что, грубо говоря, вот, если я могу себе позволить Аню один раз в день, допустим, покормить баночкой, да, хотя я к этому все хуже и хуже отношусь, понятно, что там все такое, типа, консервированное. Ну, конечно, они лучше, чем дома мамочки приготовленные. Я к этому все так хуже и хуже отношусь, но иногда реально без вариантов. Не буду же я ребенка кормить, там, вот, чем я могу перебиться, да, бутерброд съесть, не знаю, сосиски с макаронами. Если я еще макароны ей могу с сыром, допустим, сделать, ну, все равно, я постоянно думаю, что вдруг она не наеет. Конечно, ребенок – это очень большой мотиватор готовить дома, убирать дома. Лично для меня, хотя я и раньше всегда по уборке, вы знаете, такая, но, как бы, с ребенком все равно еще больше, потому что Анютка у нас любит поваляться на полу, что-то пооблизывать. Понятно, что я все равно не слежу за супер-пуперстерильностью, что все суперстерильно все равно не будет. И я, как бы, к этому плюс-минус без фанатизма отношусь, но все равно, знаете, как бы, вот Аня, например, там что-то кушала, какой-то, не знаю, кусочек хлебушка у нее на пол упал здесь, и я его сразу не брала, он высох, превратился в сухарик. Проходит время, Аня такая идет, хоп-хоп-хоп-хоп, сухарик. И так, как бы, ну, думаешь, блин, ну, как бы убрать, да? Поэтому хоть как-то поднять какие-то такие штуки от еды, ну, точно, потому что даже гречка, гречку сразу уберешь, а Аня почему-то, и у нее вот интересно пособирать с пола. Смешно, просто смешно. Короче, все это, конечно, очень интересно. Я по вашим советам неоднократно видела в комментариях, где там над нами ржут по поводу ремонта, типа, обратитесь к Карине Сосовскому, у них же так все, как бы, круто и классно, и быстро все делают. Строители, как бы, все, с этим мы вопрос уже закрыли, у нас уже везде есть свои строители. Но почему я решила написать Карине по поводу мебельной компании? Не знаю, срастутся у нас отношения с мебельной компанией, кто Карине Сосовскому в квартиру мебель делал на заказ или нет. Как бы, сейчас нам должны посчитать коммерческое предложение, но я уже как будто бы в таком приходнятом настроении, потому что оказалось, что мебельная компания, которая вот мне Карина контакт дала, они делают все. Ну, то есть, они и лестницы делают. Сейчас они попозже должны прислать нас сайт, именно по лестницам. Они нам и стол могут сделать, и стол, и шкафы, и кухня. Ну, то есть, они делают прям все-все-все. Что для меня это значит? Что у нас все будет в одном цвете. Вы еще не видели проект полностью? Что-то я уже показывала в Телеграме, подпишитесь на меня. Но это вообще о чем мне говорить? Что у нас все будет красиво. Если мы с ними сработаем, все точно, да? Потому что я пока не знаю, что там будет по цене, но я как бы уже на опыте квартиры понимаю, что типа каких-то там супердешманов точно не сдать. Тем более, если хочется как бы суперхорошие материалы со всякими там доводчиками. Вот, многое еще зависит от гардеробной, какую мы ее придумаем. Потому что всякие там, ну, полочки, не полочки, но типа ящики выдвижные. Там же вот эта вся система как раз-таки доводчиков. Она обычно денег стоит. Ну, короче, в общем, ладно, это я так просто делюсь. Пока ничего не ясно. Ну, вот сказали, что вроде во вторник должны прислать коммерческое предложение. И тогда мы вообще узнаем, сколько нам это все может выйти. Потому что я скинула план, который у нас есть, там размеры, все, на даче. Скинула визуализации картинки, чтобы просчитали. Тоже какие-то, может, материалы сразу. И, собственно, будем ждать, будем ждать. У них также срок изготовления 3 месяца. Это с момента, когда мы уже утвердили полностью все. То есть еще это получается приехать, сделать замеры. Сейчас у нас чистовых замеров никто не сделает, потому что у нас нет пола. Но я думаю, что мы будем все равно в какой-то степени от этого отталкиваться. Что-то просто потом допилят. Потому что иначе мы к лету на дачу не переедем, как я уже себе запланировала. Ну, не то, что я запланировала, но, честно, у меня есть как бы желание в мае быть уже на даче. Потому что мы всегда обычно в мае на даче. Особенно 30 мая мы всегда день рождения дедушки отмечали на даче. И как-то вот у меня май и вообще вот это число и желание просто выйти в этот день на даче, в этом доме. Поэтому я, конечно, искренне надеюсь, что у нас все получится. И я думаю, будем к этому стремиться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, раньше у нас была мясорубка такая громкая, что просто если ее прелебить... Ну, короче, она настолько была громкая, что, например, ночью ей прокрутить мясо, ну, вообще не вариант. Ну, потому что она настолько громкая, что просто соседи вызвали кого-то. А вот это просто офигенно. Закрытие теперь от маленьких анюнчиков. Я теперь стала все это помыть. Не можно ли пить каплет? Ну, все, помешать еще. И не замыть. Секретный ингредиент. Топленое масло. Сейчас уже надо потяню разбудить, потому что уже полшестого. И это, конечно, просто индец. То, что с ее режимом. Нам надо завтра обязательно прям пораньше встать. Ну-ка я ее лучше разблужу. Хотя не знаю, да, вот как бы сбудит ребенка или нет. Совсем нехорошо то, что сейчас у нее с режимом происходит. Но мы поздно вставали. Уже назад никак не отмотать. У Вивочки была стрижка недавно. Вчера, по-моему. Теперь Вива такая красивая собачка. Как она любит этот домик. Это просто капец. Я так рада, что я его взяла. Он стоил каких-то космических денег. Но я как бы понимаю, почему он стоил не 5 тысяч. Потому что он из такой плетеной штуки. Да, Вив? Любишь свой домик? Любит Авида свой домик. Любит Авида свой домик. Любит Алиосинький. Да, я посмотрю, что за бренд. Наверное, как кому-то интересно. Вот так вот. Мне нравится. По-моему, вообще, я не помню, но типа 1019 стоил этот домик. Дорогой, конечно. Но посмотрите, какой там лакшери. Тут можно и днем, и ночью. Это что еще? Это такое? Коза? А Нютка любит Виву туда напихать всякого. Вот это, там еще и твит. Синочек. Синочек мамин. Бурочка. Короче, видела, там опять были комментарии, типа на Виву все закинели. Девчонки, кончайтесь с этим, реально. Сто пудово Виве не уделяется столько внимания, сколько раньше. Это сто пудово. Да. Но ее никто не забыл. Ее кормят, любят. Теперь Анютка ей еще внимание уделяет дополнительное. Бывало пару раз, что она ее как бы хватала так и хотела прям... Но мы за этим прям следим. И Виве постоянно говорим, ну давай себя в обиду. Ну Вив не кусается? Ну так хотя бы убежать, что ли? Так, ладно, растопили, что смогли. Так, достаточно. Ммм, ароматэка. Жалко, что от мясорубки детали нельзя засунуть в посудомойку. Я ненавижу вот это вот, то, что мыть надо. Я больше всего именно это ненавижу. А еще, это, конечно же, не реклама, но это угар. Короче, Слава обожает вот такие сырки. Именно в темном шоколаде. Обожает, значит, обожает. Я как-то думаю, дай-ка попробую. Потому что я в детстве любила тоже такие сырки глазированные. Ну, может, не такого бренда, другие. И мама нам тоже всегда покупала. Думала, дай попробую. Прямо вот хочется что-то такого, типа. Детство хочу сказать. Пробую. Думаю, наоборот, как будто ничего. Но что-то горечь какая-то. Думаю, фуфло. Тут что-то как-то меня не оставила эта идея. И я то ли Слава заказала, то ли я решила заказать. И думаю, типа попробую другой. Короче, в молочном шоколаде. Девки. Я не могу. Это так вкусно. Он без вот этой горечи, то, что в темном. Я теперь люблю сырки. Охренеть! Я их ела раньше в детстве. Потом, пока себя помню, их не ела никакие сырки. А теперь как бы просто вот этот. Это просто офигенно. Так вкусно. Прям с ума сойти. Есть у них еще вот такие маленькие. Там типа в коробке. То ли 6 штук идет. Но они мне не очень понравились, потому что тут как будто мало сырка и много шоколада. А вот те супы вообще. Ваня спит. Я не знаю, что делать, девочки. Напишите в комментариях. Вот ваш ребенок спит. И вы понимаете, что по-хорошему надо его разбудить. И что делать? Будить, не будить. Но реально уже как будто надо. Мне бы, конечно, лучше без анютки. Все. Помешать. Котлеты подготовить. Потом я буду лепить. А она спокойно, не знаю, будет ходить. Мне не мешать, например. Солим, солим. Мне-то надо вмешивать сейчас все. Так и сделаю. Ладно, пусть спит. Слушай, ей так нравится спать. Короче, это просто угар. У нас каждый раз только уберутся. Так мы сразу срач наводим. Вообще по-другому не бывает. Но на самом деле мы каждый день срач наводим. Я тут поняла. Просто сегодня у нас убирали. И нет, мне надо сегодня котлеты делать. Сейчас еще, типа, тут чисто. Но когда у меня подключатся панировочные сухари, что-то какие-то немножко водянистые получились. Надо помешать хорошенько. Может, я мало выжила этого. Воды из хлеба, когда замачивала. Но это не важно. Важно, что сегодня будем кушать вкусные котлеты на ужин. Потому что наши уже закончились. А те, которые говяжьи, я налепила, мы их есть не будем. Ну, либо будем, но попробовать надо лайфхак, который мама сказала. Слава, с чесноком. Потому что запах типа говядины вообще. Фарш не очень, думаю. В смысле, он по запаху был свежий и нормальный. Но, видимо, может, не знаю. Они помыли, я даже не знаю, что думают. Как это есть? Короче, ладно. Это вам не интересно, вы это уже сто раз видели. Поэтому выключаем. Пойду я все-таки будить Аню. Я чуть-чуть вмешала. Еще надо будет хорошенько мешать, солить, солить, солить. Мешать, мешать, мешать. Потом я тут все приберу, чтобы потом все загадить. И будет пир на весь мир. Сегодня будем отмечать покупку нового айфона. А Слава поехал забрать мой новенький айфон 16. Золотой. Так что сегодня, так и быть, поставлю все, чтобы перекачивалось на него. Надеюсь, получится. Чтобы за ночь перекинулась. И завтрашнего дня или после завтрашнего я уже смогу пользоваться новым телефоном. Я об этом мечтаю уже, если честно. Так, эту лапу мы оставляем здесь. Как удобно. Пойду будет Аню. Подустану ей творожок из половинника. Будет ее ждать. Покажу ее. Дам ей творожок. Пусть сама ест. Прикольно. Прикольно. Идем убудить маленького малыша. Я уже сюда зашла. Включилась свет на боку. Кукол. Ой. Ой. Доброе утро. Кукутик. Анюль. Привет. Чего? Голодость. Что случилось? Что случилось? Идем творожок кушать. Мама котлетки. Мама. Хочешь смазывать, мам? Скажи, дела. Ой. Куколка, но я как спала. Нет. Нет. Водички хочется? Да. Да. Ага. Не хочется. Даже чуть-чуть совсем. на горшочек пойдешь что там мультики так они не дам они у меня в сумке пошли пойдем они там нет там мультиков они у меня пошли покажу пойдем маме верь мультики там нет мультики вот это нет вот это вот это так мультики у меня в сумке там пошли в коридоре я тебе их дам пойдем они ждут тебя уже пошли а вот я нашла аня не нашла что-то искала ты же это хотела да это ну да все пошли на кухню мама тебе включит все вытирать слезки пойдем же ой блин будем смотреть я знаю что будем только чтоб фигню всякую не смотрела может кт включим игры кт думала что мама тебе не даст и расстроились подожди пусть загрузится сейчас загрузится подожди давай яйца красить оставляем я думаю что выставлять такое это обрекать себя на негатив ну идите нафиг блин не всегда же только развивашками заниматься лазить по детским этим всяким штукам и я не знаю что я буду делать и книги читать ну и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Вилочкой, вилочкой. Ань, как Аня ест вилочкой? Вилочкой. Вкусней. Так что ладно, мы будем кушать, а потом я сделала вам распаковочку. На нойне эфонс. Так, девчонки, все дела закончены. Время 10. Обычно в это время у нас Аня уже спит, но не сегодня. Котлеты налеплены. Это вот из говядины, про которую я вам говорила. Два мешка, там куча котлет. Кухня в целом убрана. Сделано две мимозы. Одну завтра возьмем с собой в гости, к моему папе поедем, а другую съедим сами. И еще планирую кусочек маме отдать. Заделиться, так сказать, по-братски. Так что сейчас я их упакую, уберу в холодильник, а вам покажу свой новый айфон. Так, ну что ж, я наконец-то села. Вот идет Анюточка. Ань, смотри, маму вот такой будет прозрачный чехол. Да. Хоть забери его. Айфончик мамин. Можешь чехол смотреть. Ой. Так ты мне его вернешь? Ты мне его вернелась? Дай сюда. Что случилось? Отпусти. Все, не балуйся. Пальц сюда засуну и достать ему надо. Что, не балуйся? Пусть я тоже достать не могу. Не надо в это играть. Маленькая злодейка. Булечка моя. Будем новый мамин айфончик смотреть? Да. Да? Ну иди ко мне. Так, дамы и господа. Открываем. Мамин, еще не доросла до таких айфонов. У-ля-ля. У него офигенный цвет. Просто офигенный. Не какой-то там типа золотой. Типа золотой не классный, а вот прям классный золотой. Тут какие-то кнопки дополнительные. Стрёмно так. Он просто обалденный. Я не знаю, что это за цвет. Ну, в смысле, понятно, он называется типа золотой, но цвет просто какой-то перламутровый, золоторозовый. Ну, посмотрите, просто восхитительный. Я вообще не фанат золотых айфонов, но когда я увидела этот, я просто поняла, что он реально классный. То есть я вообще ни секунды не думала, что мне вот такой нравится. Я всегда черт не беру. Но этот прям красивый. Он, посмотрите, прям какой... Он прям не золотой. Он прям бежевый. Бежевый. Просто. Тебе нравится, Аня? Смотри, какой красивый мамин телефончик. Есть желание его разбить? Есть желание разбить мамин телефончик? Скажи, не хочется разбивать такой красивый телефон. Да? Нет. Вот и я так думаю. У меня на моём старом телефоне 700 гигов. 700 с чем-то гигов забить. Прикиньте. Поставили сейчас перекидывать всё на комп, чтобы с компа потом... Короче, сейчас идёт синхронизация, да? И потом всё это будем загружать на новый телефон. А не наклеили плёнку? Не стали? Как не наклеили? Смотри, там есть. Ну, я не вижу, она такая тонкая. Точно есть? Конечно. Ань, проводочек маме отдавай. Вот тебе, ну, посмотри, мама, у тебя сейчас телефон, да? Возьмёшь себе такой телефон? Нет. 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 О, я теперь снова телефон, ребята! Это что, шестнадцатый? Шестнадцатый? Там, кажется, наклейки внутри какие-то. А, это от чехла. Слушай, а тут что, кстати, в коробке вообще нихеронять? Да. Чем дороже и круче и новее iPhone, тем меньше они кладут в коробку. Вы знаете, что в коробке? Провод и открывать симку. Всё! Даже странные наклейки нет, которые мне никогда не нравились и никуда не сняли. Это не зависит от комплектации. В смысле? Это не зависит от комплектации модели. Они просто, ну, в смысле, не зависят лучше iPhone или хуже. Это вот во все модели в двадцать четвертом году теперь будет. То есть, если я сейчас куплю четырнадцатый iPhone, у меня там тоже ни хера не будет. Какой четырнадцатый? Ты сейчас не купишь четырнадцатый. Сейчас только шестнадцатый. А, ну, если ты новый четырнадцатый купишь, там будет. Ну, я про это и говорю. Что чем дальше, чем новее модель, тем меньше они туда кладут. Скоро и провод не положат. А цены растут и растут. Аня! Нет, цены только у нас растут. Потому что рубль падает. Отпусти лепесточек, зай! Солнышко, ну ты зачем этот лепесточек? Непослушная. Оторвала лепесток маме? Ну-ка, дай сюда. Ты отдала? Нельзя лепесточек трогать. Всё! Мама забрала новый iPhone, Аня. Всё. То лепесток маме надрезал, оторвал. Какой интересный чехол, зай. Что это у чехол такой? Кибер. Кибер чехол. Какой-то он жирный, блин. А, это прям для шестнадцатого, ну, конечно. Уля, нау. Вот это странно, конечно. Сам выбирал? Он лучше всех подходит под твой цвет. Ну да, он прозрачный. Нет, у него ещё каёмочки. Да, бежевиночки. Короче, iPhone я не включала, не разбиралась в нём. Сделаю это в новом влоге, в следующем. Если вы хотите, пишите в комментариях, если хотите, сделаю. Тут теперь другая зарядка. Но, кстати, я с этим смирилась, когда поняла, что у нас куча всего заряжается от такой же зарядки. А моя камера заряжается от такой зарядки. А не планшет заряжается от такой зарядки. И я подумала, что у нас больше техники дома заряжается от такой зарядки. Просто раньше, ну, типа, так я привыкла к айфоновской зарядке, что я такая, типа, блин, кунать ему, да? А, ты знаешь, что я не купила? Блин, неправо. Ай-яй-яй. Ну ладно, мне хватит на первое какое-то время точно. В общем, пожелайте моему старому телефону успехов. Удачно перенести всё на мой комп, чтобы оттуда потом всё перенести на новый айфон. Блин, надеюсь, что когда этот влог вышел, я уже сижу в новеньком айфоне, потому что история с предыдущим айфоном 15-м, с которым я так и не совладала. Я не смогла на него перейти, и это, конечно, угар. Так, всё, ладно, это мы закрываем с этим минным проводочком. Я бы, конечно, его вам включила и показала во всей красе, но кому это надо, да? Да не, я бы посмотрела, но мне сначала нужно с ним разобраться самой и перейти на него. И я тогда, думаю, скажу вам своё финальное точное мнение. Но я думаю, что это точно будет супер-класс. И стоил он... Сколько вы говорите, стоил он? 191 тысяча на 1 терабайт. Золотой... В прямом и переносном смысле... Айфон 16 Pro Max. Давай папа открывай. Не надо папа открывать, да? Почему? Ну, потому что уже время сколько? Такое время кто хрустяшки кушает? Ну, одну можно. Нет, там где одна, там и десять. Ну, одну потягивайся. Давай, папа, одну тебе дашь и всё. Ну, ты же не дашь, я дам. Одну, так что? Больше не будет. Мы немножко распоясались, но надо наши обороты слегка... Всё, больше не будет. Что у нас Аня сегодня всю косичку порвает. Ладно, я думаю, от одной маленькой палочки ничего страшного. В любом случае, чем она старше становится, тем больше хочется ей всего давать. Это то же самое, как собаке нашей мире тоже нельзя давать со стола еду. Ну-ка показывай, ну-ка показывай. Не надо, Ань! Ань, я не разрешаю! Ань, не надо! Аня, ай-яй-яй! Нельзя это делать, понимаешь? Скажи да. Да! Вот, поэтому и не надо. Всё, мои сладенькие. Всё, ребята, мы с вами проезжаем. Вот выпуск у нас модный получился. Блин, цвет у него пушка, скажи. Какой же он золотой? Такой золотой любой захочет, да? Ну, не похож на золотой. Вообще не похож на золотой. Он похож на какой-то классно бежевый. Такой прикольный бронзово-бежевый. Ну, вот этот вот кружок, типа, не смотрите? Я бы именно про вот эти штучки. Вау! Вау! Какая люстра! Короче, улётывал, девчонки. Всё, я на этом с вами прощаюсь. Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok